Всем привет, с вами Сергей Проект По и сегодня мне на руках книга Вархаммер. Стоп, 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 не переключайтесь, это фэнтези. На самом деле на надпись Вархаммер и Шеф Сигнер можно не обращать внимание, это просто самодостаточная фэнтези книга. Здесь интересные расы, в частности, обратите внимание, кого вам это напоминает? Естественно, это гномы. Гномы, которые будут сражаться, здесь они будут сражаться за золото, за технологии и они такие, будут на летающем корабле они передвигаться, этакий стимпанк даже получится, вот такие технологии будут. Естественно, здесь будет противник, это злые колдуны, точнее злой колдун, который будет на службе у хаоса и вот тут вот как раз таки и начинаются какие-то отсылочки к миру Вархаммера, то есть как зовут главного там хаос бога, который здесь будет участвовать, какова цель, там вот возродить богов хаоса и прочее, прочее. Но опять же, не знаю вообще ничего о Вархаммере, я ничего не знал о Вархаммере в фэнтези, вселенной, да, никакой там предыстории, других событий. Я воспринимал это просто как книгу, фэнтези книгу. Здесь фэнтези боевик, здесь довольно много будет боевки с разными порождениями хаоса, тут и дракон будет, и какие-то монстры, и какие-то трупяки, и все эти будут нападать. Экшен да много-много, даже некоторые драки было не очень интересно читать на самом деле, довольно много там было описаний, как он там залетел дракона, в него попали гарпоны, как он вернулся и так далее. Я не очень такое люблю, мне хотелось узнать, ну, развитие основной сюжетной линии. Основная сюжетная линия связана с тем, что на одном корабле команда что-то постоянно терпит неудачи и вот уже капитан подумает, что-то с ним не так. Вечно они то в долгах каких-то, то вечно какие-то у них проблемы, и вот они летели, вот сейчас на этом месте они точно смогут продавать, заработать, будет у них бабло, наконец-то они пойдут по счастливости день, но надо же, они приземляются, оказывается, что кто-то тут уже побывал, уже договорился с туземцами и улетел. Ничего не осталось, только какое-то тряпье, они на этом ничего не заработают, но случайно им показывают, смотрите, какая вот есть технология на продажу, там показывают какие-то предметы, они сразу понимают, ага, это же наши братья походу разработали, где вы это взяли, им говорят, что тут недалеко было крушение, и они отправляются туда, находят место крушения этого корабля, а вот уже оттуда они спасают одного человека, они спасают одного из персонажей, вот тоже гнома, но я буду их гномы называть, хотя тут они называются дуардины, вот, и тут уже завертится, закрутится вокруг жажды, мы знаем, что они очень хотят золота, они хотят изменить свою судьбу, тут и будет и бунт, тут будет и как раз-таки борьба за выживание, потому что капитан хочет так сделать, команда захочет чего-то другого, и во что это все вылится, и как они будут противостоять колдуну, тут довольно такой колоритный будет у них противник, колдун, у которого будет еще в помощниках представитель демонов, и как он магию, мир запакостной свой будет использовать, там, и следить за этим кораблем, за всем этим читать было на самом деле интересно, полностью отрешившись от вселенной Вархаммер, то есть я эту книгу воспринимал просто как отдельную фэнтези, книгу, начало каких-то событий, потому что тут еще непонятно какой-то мир, по сути мы узнали только по дуардинов, вот как их специфику, как они пытаются добывать золото, эфирное золото, вот противостояние некое такое с богами хаоса, все, пока дальше еще больше я про этот мир не узнал, но мне понравился, мне понравился, во-первых, небольшой объем, много экшн-сцен, понравились сами вот персонажи, как все это закончилось, все это противостояние, во что оно вылилось, вот, законченная история, ее вполне можно прочитать, чтобы влиться в вселенную Вархаммер, я надеюсь, что именно фэнтези Вархаммер, я надеюсь, что будут хорошие продажи у этой книги и что-то еще из этой вселенной я узнаю, поэтому, если вы любите фэнтези гномов тех же, если вам нравится вот противостояние, там, технологии против магии, если вам нравится, как гномы используют технологии против магии, как они пытаются победить всяких чудовищах, чудовищ тут будут разных, разнообразных, пакостных и прочее, смело можно читать эту книгу, сюжет здесь завершенного, не требует, как говорится, продолжения, только если мы хотим больше узнать про этот мир, а я хочу узнать про другие расы, что здесь еще интересного, и пока книга вполне мне понравилась, смело можно покупать, не обращая внимания на значок Вархаммер, пусть он вас не пугает, вполне нормальный такой середнячок с фэнтези вселенной. Читайте хорошие книги, с вами был Сергей, проект По, пока! Субтитры создавал DimaTorzok